Здравствуйте, меня зовут Шарматова Алима. 19 октября мы участвовали в общереспубликанской олимпиаде от Элькарт, называется Финолимп. В ней мы участвуем уже второй год, и в этом году мы заняли первое место с нашей командой. У меня была команда одногруппниц, нас было 4 человека. Эта олимпиада состояла из трех этапов. Первый этап и второй этап проходили онлайн, и на третьем этапе мы уже встретились, делали задания и заняли первое место. Меня зовут Руслана Вадильнас, и мы участвовали по направлению бухгалтерский учет и аудит. Всего было три направления. Это маркетинг, бухгалтерский учет и аудит, а также экономика и бизнес. На третьем этапе, получается, нам было дано задание, которое мы должны были уже выполнить группой. Основными спонсорами данного мероприятия были Элькарт, Бейкер Тили, это аудиторская компания, а также Лалафо. Само мероприятие проходило в каворкинге технопарке. Всего, конечно, было 15 команд, а по направлению бухгалтерский учет и аудит было 5 команд. Здравствуйте, меня зовут Садубай Мичалпон. На третьем туре мы должны были подготовить финансовую отчетность компании по стандартам МСФО. Также мы заполняли отчеты при прибылях и убытках о финансовом положении и также должны в рабочую таблицу сделать корректировки проводков. У нас было, получается, четыре девочки. Еще была с нами Шашембиева Бермет. В четвером мы разделили все задания. То есть сам третий этап начался в 10 утра и до 2.30. Основное, конечно, с чем мы столкнулись, это то, что это очень мало времени для такого большого объема работы. И поделив все задания на четверых, мы справились с этим. После того, как в 2.30 уже началась презентация каждой команды, мы, думаю, довольно успешно справились со всеми заданиями. Конечно, были кое-какие проблемы в плане того, что мы что-то не так сделали, но с опытом это придет, думаю, постепенно. Данное мероприятие очень полезно для студентов, потому что мы отрабатываем наши навыки, получаем уникальный опыт. Ну и также это мотивирует тем, что в конце топ-3 команды получают приз. Хочется сказать, выразить благодарность организаторам, это ProKG, и хотелось бы, чтобы почаще такие мероприятия устраивались.